Экономика всюду. Жители Хабаровского края оставили на портале Headhunter в прошлом году более 80 тысяч резюме. И оказались по этому показателю первыми в ДФО, а по активности в поиске работы на втором месте. Отсылали свои резюме на вакансии только 38% наших соискателей, а большинство просто ждали, что работодатель сам их найдет в этот ковидный год и сам им напишет. Чаще всего искали работу начинающие специалисты и студенты в 18,5% от общего числа резюме в регионе, от представителей сферы продаж в 15,5% и даже чуточку больше процентов. И замыкают тройку резюме от специалистов транспорта и логистики в 8% с небольшим процентом. Меньше всего резюме открывали специалисты сервиса и страхования. В целом, по данным ХХРУ, на Дальневосточный федеральный округ в прошлом году пришлось всего 2,5% от всех резюме в стране. Меньше только в Северокавказском федеральном округе. Каждый шестой ипотечный кредит, выданный на Дальнем Востоке, приходится на госпрограмму Дальневосточная ипотека. Залог успеха анализирует агентство по развитию человеческого капитала. В ставках лучшие у ВТБ 1% для всех, в Сбере 1% при регистрации сделки в электронном виде, а обычно 1,3%. У Дома РФ 1,2% годовых при дистанционной подаче заявки и подтверждении дохода выпиской из ПФР. По количеству заключенных договоров Хабарский край находится на третьем месте после Якутии и Приморья. Москва покинула Ванина. Линейный ледокол Росморпорта совершил 7 проводок судов водоизмещением от 48 тысяч до 200 тысяч тонн и ушел на Сахалин. Москву сменит ледокол капитан Хлебников. Он придет в Ванинский порт в середине февраля после ремонта. Напомню, в морском порту Ванина в этом зимнем сезоне впервые работают сразу два ледокола. Экономика – это интересно. Следим и участвуем.